Легендарный снайпер Василий Зайцев Как флотский писарь стал героем Сталинграда Великий советский снайпер Василий Зайцев, который прославился во время Сталинградской битвы, имел интересную судьбу. Недаром многие люди до сих пор увлечены его знаменитыми подвигами, которые описаны в его книге воспоминаний. За Волгой земли для нас не было записки снайпера. Сегодня мы вспомним факты из биографии Василия Зайцева, которые также интересны, но все же остаются малоизвестными. Его имя известно всему миру, его подвиг был экранизирован в Голливуде. Однако последнюю волю Василия Зайцева, быть похороненным в Сталинграде, исполнили лишь через 15 лет после его смерти. От Тайги до океана. Великая Отечественная война была временем, когда советские люди проявляли то, что в официальной прессе именовалось героизмом. Он и вправду был массовым. В схватку с врагами включались все, от мала до велика, не жалея себя. Но были люди, совершавшие вещи совершенно невероятные. Об их подвигах узнавала не только вся страна, но и весь мир. Одной из таких легенд войны стал снайпер Василий Зайцев. Он родился 23 марта 1915 года в селе Еленинка, Полоцкой станицы, Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, в крестьянской семье. Дед его, Андрей Зайцев, был потомственным охотником и с детства приобщал к этому занятию своих внуков, особенно выделяя старшего Васю. Василий в детстве рос медленно, отчего у родителей даже появилось опасение, что он так и останется мелким. Однако деда это не волновало. Он передал внуку все секреты мастерства таежного охотника, хотя вряд ли маленький Вася догадывался, где и когда ему пригодится эта наука. Василий Зайцев окончил школу-семилетку, затем строительный техникум по специальности арматурщик, потом бухгалтерские курсы. В 1937 году Зайцева призвали в армию. Несмотря на невысокий рост, комиссия оценила его хорошее общее физическое развитие и отправила на Тихоокеанский флот. Начинал Зайцев писарем артиллерийского отделения, а к началу войны, благодаря образованию, стал начальником финчасти. Здесь, вдалеке от Западного фронта, можно было бы и пересидеть войну в относительном спокойствии. Только такая перспектива Василия Зайцева не устраивала. К лету 1942 года извел командование рапортами с просьбой отправить его на фронт. Крещение огнем. И, наконец, его зачислили во 2-й батальон стрелковой дивизии. И здесь произошел эпизод, который впоследствии Василий Зайцев опишет в своих мемуарах, и который весьма в вольной трактовке вошел в фильм «Сталинград» Федора Бондарчука. Батальон Зайцева ввел атаку на позиции немцев на территории сталинградской пензобазы. Противник, пытаясь остановить натиск советских войск огнем артиллерии и ударами авиации, поджег емкости с горючим. От раскаленного воздуха у солдат потрескались губы, пересохло во рту, слиплись опаленные волосы, зуби и расчески гнулись. Но командир батальона капитан Котов радовался. Приказ выполнен. Бензобаки отбили, овладели недостроенными красным зданием. Захватили контору метизного завода. Бои идут в цехах и проломах асфальтного и метизного заводов. Так батальону Зайцев удалось выбить немцев с их позиции и закрепиться в городе. Так что сгоревшая дотла дивизия, показанная в Сталинграде, на деле не погибла, а продолжала успешно бить врагов. Надо заметить, что Василия Зайцева и Федора Бондарчука связывают еще один момент. В 1989 году в фильме режиссера Юрия Озера «Сталинград» Бондарчук сыграл роль снайпера Ивана, прототипов которой стал Василий Зайцев. Смерть из печки. С первых же боев в Сталинграде Зайцев зарекомендовал себя как прекрасный стрелок. Воюя с обыкновенной трехлинейкой, он уничтожил более 32 врагов. За это Зайцев был удостоен медали «За отвагу», а вместе с ней получил и снайперскую винтовку. Сталинградская битва отличается от других тем, что она переросла в уличное сражение, где приемы обычной войны оказались неэффективны. В результате основной ударной силы в этих боях стали небольшие штурмовые группы снайперы. Советские и немецкие снайперы устроили настоящую охоту на солдата и офицеров противника. В городе стало опасно не то что ходить, даже просто высовываться из укрытий. Вот здесь Василию Зайцеву очень помогли навыки таежного охотника. Он обладал отменным зрением и слухом, железной выдержкой, хладнокровием, выносливостью и военной хитростью. Для снайпера чрезвычайно важное умение маскироваться и не обнаруживать себя раньше времени. Василий Зайцев обладал всеми этими способностями, как никто другой. Как-то Василий спрятался в полуразрушенной печи, из которой были хорошо видны входы во вражеские блиндажи, а также подвал, который служил врагам кухни. За один вечер Зайцев ликвидировал множество солдат противника. Только за период с 10 ноября по 17 декабря 1942 года Василий Зайцев уничтожил более 200 солдат и офицеров противника, включая 11 вражеских снайперов. Дуэль двух асов. Слава о подвигах Зайцева проникла и по другую сторону линии фронта. Немецкое командование для ликвидации советского снайпера вызвало из Берлина своего специалиста, руководителя школы снайперов, который Зайцев в своих мемуарах называет майор Кёнинг. По мнению ряда историков, противником Зайцева был начальник школы снайперов в Германии. Кёнингу Торвальду удалось ликвидировать несколько советских снайперов, после чего Зайцев начал на него встречную охоту. В решающий день Зайцев действовал в паре с еще одним снайпером Николаем Куликовым. У края листа что-то заблестело. Случайный осколок стекла или оптический прицел. Куликов осторожно, как это может делать только самый опытный снайпер, стал поднимать каску. Немец выстрелил. Враг подумал, что он наконец-то его убил, за которым охотился четыре дня и высунул из-под листа полголовы. На это он и рассчитывал. Ударил метко. Голова немца осела, а оптический прицел его винтовки, не двигаясь, блестел на солнце до самого вечера. Документы и винтовка немца были доставлены командиру дивизии. Оказалось, что противник Зайцева имел на вооружении оптику с десятикратным увеличением, в то время как у советского снайпера было увеличение лишь в четыре раза. Однако немцу это не помогло. Победа на больничной койке За четыре месяца в Саленграде группа снайперов, которой командовал Василий Зайцев, уничтожила более тысячи немецких солдат. Битву закончилась для снайпера в январе 1943 года, когда он был тяжело ранен и потерял зрение. Героя доставили в Москву, где оперировал его сам профессор Филатов, который вернул снайперу видеть. После лечения в госпитале Зайцев возглавил школу снайперов, потом командовал изводом, а впоследствии и ротом, но это было несколько позже. А 22 февраля 1943 года указом Президиума Верховного Света СССР за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Младшему лейтенанту Зайцеву Василию Григорьевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Василий Зайцев в годы войны написал два учебника по снайперскому делу. Кроме того, он придумал прием снайперской охоты шестерками, когда одну и ту же зону боя перекрывают огнем три пары снайперов, стрелки и наблюдатели. Победный май 1945 года капитан Василий Зайцев встретил в Киеве в госпитале, где лечился после очередного ранения. Последняя воля. Там же, в Киеве, прошла мирная послевоенная жизнь Василия Зайцева после демобилизации. Он окончил институт, был директором швейной фабрики завода, возглавил техникум. Когда на вооружение Советской Армии принималась новая снайперская винтовка, среди тех, кого подключили к испытанию, был и Василий Зайцев. Винтовка Зайцева ныне находится в Волгоградском музее обороны города, как один из главных раритетов. В 1980 году власти города присвоили Василию Зайцеву почетного гражданина. Василий Григорьевич Зайцев умер 15 декабря 1991 года, всего за несколько дней до того, как исчезла страна, за которую он сражался. Его последним желанием было похоронить рядом с боевым товарищем на Мамаевом кургане в Сталинграде. О Василии Зайцеве вновь вспомнили в России в 2001 году, когда в Голливуде был выпущен посвященный Сталинградской битве фильм «Враку ворот». Главной его сюжетной линией стала схватка Зайцева с майором Кюнингом. Блокбастер, в котором роль Зайцева досталась актеру Джуду Лоу. Но тем не менее в России вернулась память о герое Сталинграда. 31 января 2006 года последняя просьба Василия Зайцева была исполнена. Его останки с воинскими почестями были торжественно перезахоронены на Мамаевом кургане.